Привет, друзья! Сегодня у нас кровная битва. Молодой и горячий Redmi Note 9S. Он всегда слева. И выходит он против своего старшего брата, общепризнанного тяжеловеса бюджетного сегмента Redmi Note 8 Pro. Всегда справа от вас. Брат против брата. Система оценок не изменилась. В каждом раунде бойцы получают от 0 до 2 баллов. В завершении подводим итоги и делаем выводы. Все как обычно, поэтому не будем тянуть резину и начинаем бой. Драться насмерть. Сперва смотрим на рублевые ценники в наших магазинах. В этом раунде мне, как обычно, помогает отличный сервис Е-каталог. Итак, цены на Note 8 Pro давным-давно стабилизировались. И на момент записи обзора младшую версию с накопителем на 64 гигабайта можно взять, грубо говоря, за 15 тысяч рублей. Note 9S, как относительно новая модель, постепенно дешевеет. И если еще пару недель назад его продавали за 16, то сейчас вполне реально найти предложение за 14 тысяч. Даже чуть ниже, но там еще доставка, в общем, 14. И это не предел. Думаю, еще тысяченку со временем он может скинуть. Ссылки на магазины под видео. Алиэкспресс. Здесь Note 8 Pro отдают за 180-190 долларов. А вот с Note 9S пока путаница с ценами. Китайцы традиционно пытаются срубить денег на свежие линейки смартфонов Redmi. И ломят стандартную цену более 200 долларов. За эти деньги ни в коем случае Note 9S покупать нельзя. Это недопустимо. Да и какой смысл, если в России дешевле? Ну, все мы знаем, но подписчики моей группы ВКонтакте точно в курсе, что на протяжении всего апреля Note 9S можно было взять на Алиэкспресс примерно за 160 долларов со скидками. Ну вот, другое дело. Вот это и есть справедливая цена за Note 9S. Дороже из Китая, по крайней мере, его заказывать бессмысленно. И если отталкиваться от нашей розницы, то 9S все-таки дешевле, даже с учетом относительной новизны этой модели. Поэтому 2.1 в его пользу. В этом раунде я обращаю внимание в первую очередь на материалы, а у этих смартфонов они идентичные. Сзади стекло Gorilla 5, на торцах пластик, имитирующий металл. У меня на руках белые варианты, и как видите, они имеют разные оттенки. Если стекло в Note 8 Pro демонстрирует такие розово-фиолетовые переливы на свету, то Note 9S просто белый. Без каких-то визуальных наворотов. Note 9S получил сканер на правом боковом торце. Это более прогрессивно, на мой взгляд, да и просто удобнее. У Note 8 Pro сканер по старинке сзади, но зато срабатывает он явно побыстрее. В этом смартфоне не сканер, а настоящая молния. Просто какой-то метеор. Ну и, конечно, размеры. Note 9S даже по современным меркам является лопатой. Но и дисплей у него побольше. Note 8 Pro тоже не малыш, но все-таки он поменьше. Тут вы уже сами для себя решаете, что для вас лучше. Основные камеры в обоих случаях выпирающие. Оформлены по-разному. Светофор против квадрата. Вырезы под фронталку тоже разные. Весьма крупная точка на экране Note 9S и классическая капля у Note 8 Pro. В общем, если отбросить вкусовщину и предпочтение в плане размеров, нужно давать ничью. 1-1. И переходим к дисплеям. Как я уже сказал, есть отличие по диагонали, которое у Note 9S достигает 6,67 дюйма, у 8 Pro 6,53. Обе матрицы IPS покрыты стеклами Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Я старался найти между ними какие-то значимые отличия, сидел, сравнивал углы обзора, цветопередачу и могу вам сказать, что это один уровень. Но если вы хотите подробностей, то сообщаю, что белый цвет на Note 9S мне понравился чуть-чуть больше. Да, он не идеальный, с еле заметным уклоном в розовый тон. Но у Note 8 Pro белый чуток грязнее, с небольшой зеленцой. Зато у Note 8 Pro немного выше запас яркости. В ручном режиме он превышает 150 кандел на метр квадратный. У Note 9S максимальная яркость на несколько единиц ниже. При этом глазами я особой разницы не заметил. На солнце оба экрана читаются вполне нормально. Это все-таки задротливые данные, а в целом, повторю, дисплей, равнозначные, своей ценовой категории они полностью соответствуют. 2-2, еще один раунд без явного победителя. Важнейший раунд, в котором мы будем оценивать не только железо, но и быстродействие этих смартфонов. Snapdragon 720G у Note 9S против Helio G90T у Note 8 Pro. Сперва смотрим бенчмарки. Старый добрый Antutu отдал небольшое преимущество Note 8 Pro, в частности по GPU и по памяти. Ну, с памятью понятно. Здесь Note 9S однозначно проигрывает, потому что базовая версия имеет соотношение 4-64 гигабайта. У 8 Pro 6-64, старшие версии там и там 6-128. Графический бенчмарк 3DMark в одних тестах дает небольшое преимущество Note 9S, в других Note 8 Pro. Здесь равенство. А теперь устроим стресс-тест. Этим смартфоном запускаем тест на троттлинг на полчаса. Сразу можно увидеть, что 720-й дракон выдает 150 гипс на старте, в то время как G90T показывает производительность меньше, в районе 120 гипс. Двадцатая минута теста. Note 9S уверенно показывает более 140 гипс. Note 8 Pro начал уставать и периодически отдыхать с помощью троттлинга. Производительность падает до 100 гипс. Вот такие я получил графики по завершению и сразу запустил бенчмарки Antutu 3D и SlimeShot Extreme, не давая смартфонам отдышаться. Это продолжалось 20 минут, после чего я снова врубил троттлинг-тест. На этот раз на 15 минут. На горячую Note 8 Pro начал понемногу троттлить уже на старте. Note 9S хоть бы хны. Под конец этого часового стресс-теста я замерил температуру на стекле со стороны процессора. Корпус Note 8 Pro разогрелся до 39 градусов примерно. Соперник показывал схожий нагрев. В этом плане заметной разницы я не зафиксировал. И вот вам финальные графики. Note 9S на длинных дистанциях под нагрузкой показывает себя лучше. Не скажу, что на много, но все-таки преимущество на стороне Snapdragon 720G. Как говорится, S-стабильность. Если вы не гоняете в игры и не грузите смартфон, то для вас это мало, что значит. Но игроманы, возьмите на заметку. Кстати, об играх. Я попробовал на них Танки, Shadowgun Legends и PUBG. Ну, с PUBG оба справляются отлично. С Shadowgun Legends оба смартфона показали неплохую играбельность на высоких настройках. Но все-таки Note 9S держал FPS постабильнее. Танки Note 9S легко тянет на максималках. Ну, а насчет Note 8 Pro я уже неоднократно говорил, что наблюдаются провалы FPS даже на средних настройках. Вся проблема в тенях. Стоит только отключить тени, и Танки абсолютно играбельны на максимальной графике. Это уже проблемы не до оптимизации игры под графику Mali. На копителе в обоих случаях заявлены UFS 2.1, но по факту память у Note 8 Pro все-таки более быстрая, и это не просто цифры. Это сказывается и на скорости работы смартфона. Плюс дополнительные 2 гигабайта оперативы в базовой модификации Note 8 Pro дают о себе знать. В итоге 8 Pro чуть быстрее запускает приложение, чуть быстрее работает с MIUI, чуть быстрее обменивается файлами с другими устройствами, и все эти чуть-чуть сказываются на общих ощущениях от смартфонов. В итоге мое решение будет таким. Смотрите, если у вас акцент на ресурсоемкие игры, то тут немного выигрывает Note 9s. Но это вовсе не значит, что Note 8 Pro для игр не годится. Вовсе нет, на нем вы тоже сможете играть во что угодно, но иногда придется слегонца прикручивать графон. Но все-таки в этом раунде я отдам победу именно Note 8 Pro. Больше оперативы в базовой версии, быстрее память, да и сам смартфон в повседневной работе шустрее. Опять же, это не значит, что Note 9s тормоз. Нет, но все познается в сравнении. 1.2. В пользу Note 8 Pro. Это моя оценка, возможно она отчасти субъективная, но факт в том, что большинству людей куда важнее скорость работы в повседневной эксплуатации, нежели цифры в бенчмарках или небольшой прирост в играх. Ну а вы уже делаете выбор, основываясь на своих предпочтениях и требованиях к смартфону. Данные, от которых можно отталкиваться, я вам предоставил. Звук в наушниках на российском регионе чуть громче у Note 8 Pro, но при выставлении любого азиатского региона громкость становится выше и выравнивается. Качество плюс-минус хожее, да и мультимедиадинамики звучат примерно на одном уровне, победителя здесь нет. Вот вам наглядная табличка. Note 9s может похвастать полноценным лотком с тремя слотами, у 8 Pro лоток комбинированный. А также у новинки улучшенный приятный вибромоторчик. Но это мелочи на фоне того, что 8 Pro имеет модуль NFC, которого нет в Note 9s. А так как есть большое количество пользователей, особенно в крупных городах, которые принципиально не рассматривают смартфоны без поддержки бесконтактной оплаты, то естественно здесь нужно отдавать победу Note 8 Pro 1.2 в его пользу. И да, есть еще небольшие нюансы, которые касаются, например, работы Wi-Fi. И некоторые жалуются, что Wi-Fi не совсем корректно работает параллельно с Bluetooth или же переподключается при выходе из спящего режима. Это касается не только данных моделей, но и смартфонов от других брендов тоже. Тут все не так просто. Могут играть роль настройки роутера, совпадение частот Wi-Fi и Bluetooth. Лично я ни на одном из этих смартфонов подобных проблем не испытывал, но жалобы в интернете встречаются. 5 камер у каждого смартфона, 4 сзади и фронталочка. Основные сенсоры оба от Samsung. 48-мегапиксельный GM2 у 9S и 64-мегапиксельный GW1 у 8 Pro. Широкоугольные камеры на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельные портретники вообще можно не упоминать, и макрокамера у Note 9S поинтересней, 5 мегапикселей против 2. Я предлагаю сконцентрироваться на основной камере, хотя давайте все же посмотрим широкий угол тоже. Да, тут можно увидеть небольшие отличия по цветам, тот же песок более естественно смотрится слева, но в целом это типичные бюджетные ширики, ничего особенного. Итак, главная камера, и честно говоря, днем я не ожидал увидеть большой разницы, но она все-таки есть. Для начала посмотрите на песок, где он более четкий и более детальный. А? Согласитесь, что слева. И если мы посмотрим на дальний план, то опять же увидим преимущество Note 9S, который выдает более высокую детализацию. То же самое касается поверхности моря, которая справа такая, чуть размазанная. А в чем же дело? А дело, скорее всего, в разных алгоритмах шумоподавления. Посмотрите на эту часть кадра, на небо, окружающее деревянную вышку. Слева оно усеяно мелким шумом, а справа такого не наблюдается. То есть Note 9S дает больше деталей, ну и шумов у него тоже больше. Меняем освещение на экстремально слабое. Здесь почти не было света, Note 8 Pro сделал более светлый снимок, вы можете подумать, что он задрал ISO, но нет, ISO абсолютно одинаковая. Шумов больше справа, я думаю, это прекрасно вам видно. Слева снимок хоть и темнее, но при этом детальнее. В том числе это можно увидеть, глядя на задний план. Также не забываем, что Note 9S за счет дракона хорошо дружит с Google камерой. Note 8 Pro тоже с ней работает, но у меня на канале было отдельное видео, где я показывал, что прирост от Google камеры на этом смартфоне не очень-то и большой. Redmi Note 8 Pro против Note 9S. Проверяем видеосъемку. Это 1080p, 30 fps. Автофокус. Видео. Ну в этом плане все смартфоны Redmi такой ценовой категории снимают видосы примерно одинаково. Тут главная разница в цветопередаче. У Note 9S она какая-то более живая что ли, более светлая и приятная глазу. Ну во-первых это субъективно, а во-вторых многое зависит от самой локации. Стабилизация есть только при съемке в 30 fps. Вот здесь я уже включил Full HD 60 fps и как видите мир моментально перестал быть плавным. В 4К само собой стабилизация отсутствует напрочь. Качество записи звука слегка лучше у Note 8 Pro. Не знаю услышите вы это или нет, сейчас постараюсь показать. Так, слушаем как записывается звук на Note 9S. Раз, два, три, четыре, пять. Голос и музыка. А теперь свои звуковые способности показывает Redmi Note 8 Pro. Раз, два, три, четыре, пять. И опять музончик. Селфи камера в условиях помещения. И тут 16-мегапиксельная фронталка 9S ничуть не уступает 20-мегапиксельной камере в Note 8 Pro. Обе шумят, обе мылят, но там и света было мало. Поверьте, при хорошем освещении результаты гораздо лучше. В общем, ребят, это ничейный раунд. 2-2. Да, местами мне чуть больше нравился Note 9S по основной камере, но этого было недостаточно, чтобы забрать весь раунд. Батарея на 5020 мА и энергоэффективный процессор в Note 9S делают его фаворитом в этом раунде. Да, Note 8 Pro со своими 4500 мА тоже неплох, но соперник слишком уж хорош. 20 часов 40 минут воспроизведения видео онлайн при средней яркости экрана выдал 9S против 14,5 часов у Note 8 Pro. За 1 час игры Note 9S тратит 14% заряда, восьмерка лишается 16%. Скорость зарядки в обоих случаях 1 час 45, 1 час 50. В общем, здесь 2-1 в пользу 9S и пора нам подводить итоги. Итак, господа, в копилке Note 9S по итогам боя оказалось 12 очков. В то время как Note 8 Pro заработал все те же 12 баллов. Боевая братская ничья. А насчет выбора мой дед говорил, «Всегда есть выбор и всегда проблема в самом выборе». Никто, кроме вас, этот выбор не сделает. Ну, в двух словах. Если ты часто гоняешь в игры, хочешь экран побольше и крутейшую автономность, и главное, тебе не нужен NFC, можешь смело смотреть в сторону Note 9S. Note 8 Pro, конечно, тоже для всего этого подходит, хотя в некоторых моментах уступает. Но при этом он является более сбалансированным аппаратом. Это касается не только наличия NFC, но и размеры у него более универсальные. Плюс MIUI на нем работает пошустрее. В общем, проверенный такой отлаженный вариант. Ваше мнение оставляйте в комментариях или в группе ВКонтакте в народном голосовании. У нас впереди новые битвы, новые обзоры. Присоединяйтесь, колокол к вашим услугам. Всем пока!